ПЕСНЯ Господи, благослови эти занятия, дай нам все услышанное здесь понять правильно, раствори это все верою и притвори в дела. Хвала Тебе, честь и поклонение Отец и Святой Дух. Аминь. Господи, благослови эти занятия, дай нам все верою и притвори в дела. Хвала Тебе, благослови эти занятия, дай нам все верою и притвори в дела. На прошлом занятии, последний. Примерно 9-8. То есть неплотские дети. Почему Сергей, 9-10? 9-10 ты правильно назвал? Я 8-й повторю, а потому что многие забыли с чего. А то тут со слова И начинается. Не перебивайте меня. Я помню, что с 10-го. 8-й, чтобы понятнее было. Многие не были на прошлом занятии. То есть неплотские дети. Суть дети Божьи. Но дети обетования признаются за семья. А слово обетования таково. В это же время приду, и у Сары будет сын. Далее. Десятый стих. Почему-то в трехтомнике 9-го нету, что ли. И не одно это, но как было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Толкование. Доказал уже, что хотя у Авраама было много разных потомков, однако семенем его назван Исаак, и те, которые рождаются подобно ему. Теперь говорит, это можешь видеть не на Исааке только, но, что важнее, на братьях, родившихся от одного отца и от одной матери, и при том близнецах, то есть на Исааве и Иакове. И они получили не одинаковые права, но один избран, а другой возненавиден Бог. Поэтому не спрашивай, почему Бог избрал язычников и сделал их с именем Авраама, паче же Божиим, а евреев отверг. Вопросы. То есть впереди, потому что если с 10 начать, то непонятно, о чем выше говорится. А выше как раз говорится об избрании, потому что многие недомывали из иудеев, как так Бог иудеев отверг, а язычников избрал. И апостол Павел доказывает это на основании Слова Божия. И дальше мы увидим, как он будет приводить и пророков Ветхого Завета. Россия вот это недоумение приводит слова о Саре, а теперь уже и о Ревейке. Я думаю, надо дальше идти, а потом понять не станет, и тогда вернемся, если у кого-то вопросы есть. На римлянам 9 глава 11-13 стихи. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, о близнецах речь идет, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего сказано было ей, то есть Ревейке, больше будет в порабощении у меньшего, как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Толкование. Многие говорили, почему язычники предпочтены иудеям, ибо никто не мог сказать за добродетель, потому что все согрешили. Апостол собирает много затруднений, непостижимых для нас, но постижимых для одного Бога. Сначала представляет, что между двумя братьями-близнецами избраны избран не за добродетель, возненавиденный возненавиден не за порочность, ибо они не сделали ни добра, ни зла, потому что находились еще в утробе матери. Но по избранию, по предвидению Божию, один избран и возлюблен, а другой возненавиден. Как и пророк говорит, я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел. Малахи 1.2. Да, вы, все было делом Бога и его избрания и предвидения. Но что я говорю об этих лицах? Все израильтяне славили тельца, но одни наказаны, а другие нет. И фараон поистине был жесток, но и другие многие также были жестоки. Почему же наказание постигает его одного? Видишь ли, что это непостижимо для людей, но постижимо для одного Бога? Так и избрание язычников и отвержение иудеев представляется нам не основательным, а в очах Божьих то и другое весьма справедливо. Таков смысл всего настоящего места. Вопрос, если есть. Игнать Тихонич, что-то добавить желаете? Расширить. Расширить, да. Неоднократно на дню ко мне обращаются разные люди. А как вы считаете, это справедливо? Это справедливо? Да какая благодать может быть, когда священник бывает и не такой? А вот и ответ. Не за дела Бог делает это, а по благодати. И на этом все сказано. И вопросов не задавай. Бог делал, ты наклони голову и скажи, да будет воля твоя святая. Вот и все. Таких вопросов, именно непостижимости судеб Божьих, каждый день мы встречаем ни одного, ни два. И не надо разгадывать, потому что оно не разгадывается. Вещь листья только откроет. Все. Благодарим. Римлянам 9,14. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Толкование. Следовательно, Бог справедлив и по отношению к нам, язычникам, и по отношению к иудеям. И 15 стих. Девятая глава римлянам. Ибо Он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Толкование. Присовокупляет, как и выше сказано, и другое извлечение из Ветхого Завета, доказывая, что один Бог знает, кто достоин чести и кто наказанием. Хотя все равно, простите, хотя все равно согрешили, когда слили тельца, однако Бог одних миловал, а других предал левитам на убиение. И Моисей, великий пред Богом, не знал причины этого, а ты доведываешься причины, почему язычники предпочтены иудеям, хотя были грешниками. Впрочем, Павел мог высказать причину эту, как и высказал в другом месте, что израильтяне думали, что они оправдываются делами, а язычники полагали, что они оправдываются верой и благодатью. Однако не высказывает ее теперь с избытком, заграждая уста любопытных и убеждая не испытывать судеб Божьих. Вопросы? Идем дальше. В Римлянам 9.16 Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Толкование. Исаак хотел благословить Исаава, но Иаков поспешил на поле, чтобы, наловив дичи, получить от Отца благословение. А Бог по праведному суду сделал, что Иаков как совершенно достойный получил благословение. Здесь апостол, казалось бы, уничтожает свободную волю, но на самом деле нет. о доме говорим, что он весь есть дело мастера. Хотя мастеру нужны и вещество, и помощники в постройке. Однако, поскольку она зависит от него, говорим, что он, мастер, построил весь дом. Так и о Боге говорим, что все его дело. хотя Бог имеет нужду и в нашем произволении. Произведение. Он произведение, да, простите. Он совершает, он и венцы дает, он и осуждает. Поэтому и говорим, что все дело Бога. Вопросы? Расширич Игнать Тихонович. Ну вот, когда мы говорим где-то о политике, вот это на первом месте должно стоять. Два сына Исаф и Яков. Ну, Якова мало где мы встречаем в политике. Ему имя Бог дал Израиль. А вот теперь ясно о чем речь идет. Исавриане. О них много пишет Иоанн Златоуст. И вот Исавриан и площади их, то есть арабов, в 500 раз больше, чем Израиль. Это маленькая полоска. И они ничего не могут с ним сделать. Сейчас ИГИЛ, если бы двинулись, все, дружно, ну, захватили же Пальмиру обратно, от Израиля бы праха не осталось. Нет, этого не получится. Вот не получится, и все, что-то между собой, или какая-то чума, дорога их настигнет, потому что написано, что старший будет повиновение уменьшим. Меньшим, то есть второй вышел из утробы Яков, Израиль. И у Израиля будет покоряться весь мусульманский мир. Два миллиарда. Да разве это может быть? Тебе не надо рассуждать. Ты сам посмотри сегодня, что только не делали с Израилем. Какую мощь имел Гитлер, а Сталин подняли руку на Израиля. Их и праха нет. А Израиль набрал такую силу, что все трепещет перед ним. Что Россия, она вся еврейская. Всю разграбили, все Потанины, Березовские, там, Абрамовичи, все евреи. Вся нефть, золото, жемчуги, все идет туда. А почему написано царем мира принесут дары? Ты можешь злиться, там, обзываться, ничего это не даст. И поэтому нам дано право благословлять Дом Божий Израиля. И никогда по-нашему не будет. Но давайте сговоримся, все пойдем. Будет, пойдут, разговарятся, и все как дым истают. Давид это знал. Отошел. Риблианам 9.17 Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Толкование. Как из сливших тельца рассуждает одни спасены, а другие наказаны, когда один Бог знал, кто достоин спасения и кто наказания. Так, хотя много было и других порочных, однако гневу Божию подвергся один фараон. для того самого говорит я и поставил тебя, то есть выставил тебя фараон на вид, чтобы через тебя сделалась известная сила моя, и многие обуздали себя, слыша об имени моем как правосудном и мощном по всей земле. Вопросы? Римлянам 9, 18 Итак, кого хочет милует, а кого хочет ожесточает. Толкование. Выводит заключение и доказывает, что Бога не должно требовать отчета. Бог кого хочет милует, как поступил с израилитянами, слившими тельца, а кого хочет ожесточает, как случилось с фараоном. Что же значит ожесточает? Казалось бы, это нелепо, но о Боге говорится, что Он сделал жестоким грязное сердце фараона, подобно тому, как солнце делает жесток жесткой грязь. Каким же образом? Долготерпением, ибо Он, Бог, сделал его жестоким, являя к нему долготерпением. Здесь случилось подобное тому, что бывает, когда кто, имея у себя порочного слугу, обращается с Ним человеколюбиво. Чем человеколюбивее обращается с Ним, тем худшим делает его, не потому, будто сам научает его пороку, но потому, что слуга пользуется долготерпением его к увеличению своей порочности, потому, что пренебрегает долготерпением тем. Вопросы? Девять, девятнадцать. Ну, вот. Здесь как бы вот долготерпение это вроде как бы хороший момент, но оно во вред слуге. и сердце его ожесточается, то есть господину нужно вовремя наказать, чтобы слуга не ожесточился и не стал еще хуже и порочнее. Еще есть такое выражение Бог долготерпит, но крепко бьет. Вот это как раз тот случай с фараоном. ну и как видно истолкование, что не Бог виноват в жестокости его сердца. Бог просто долго терпел, не наказывал фараона, терпел, терпел, и сердце его ожесточилось. Не потому, что Бог в этом виноват, а потому, что фараон пренебрек долготерпением Богом. Он мог бы на седьмой, на пятой казни уже смириться, так скажем, но все десять казней он... Бог сказал, я ожесточу сердце фараона, а ты иди к нему. Вот как. Ну, толкование-то сейчас дальше будем читать. Написано, да, я ожесточу. Понятно, что все в воле божье. Ну, а тогда что, вот Бог возненавидел, фараона возненавидел, и что теперь? У них свобода и воля отобралась у фараона и у Исаака. Нет, они сами виноваты в этом тоже. Хотя фараон-то не младенец был, но мог же фараон остановиться. Толкователь нам говорит, что они пренебрегли услуги эти долготерпением Божьим. Вот Михаил Федорович, вас Бог сколько терпит уже лет? А вы не пренебрегайте долготерпением Божьим, покайтесь. Очень много, я каюсь. Вот. Всегда будет благодать Божия на вас. Но он не ожесточает сердце моего. Я этого не чувствую на себе. Я всегда, когда обращаюсь, у меня просто сердце к нему идет. Молитва все идет хорошо, правильно. с мягким сердцем берешь водку пьешь, бритву бреешь, бороду, такое мягкое, мягкое у тебя сердце, нисколько не жестокое. Что-то не понимаю. Ну, конечно, кому, где что-то разобраться. Тогда идем дальше. Или вот, может, Игнать Тихонич нам растолкует пошире на это место. Вот Михаил Федорович говорит, что Бог ожесточает тесто. Бог виноват, что фараон такой жестокий. Фараон не виноват. Люди говорят иногда, я не верю в чудеса Божие, верю в реальность, что есть в этом мире. Вы ответьте просто, скажите, вы признаете чудо большого масштаба, космического? А какое? Еврейский народ? Ничего похожего в мировой истории никогда не было. Какое событие не возьми в его жизни, а оно касается и нас конкретно. Ну, Давид пишет псалмы, а мы их считаем. Моисей дает закон и повесил змею в пустыне, а Христос ссылается на это, должно быть так повесен в вознесен Сыну Человеческому, как змею вознес. То все. Не в мировой литературе, нигде ничего подобного нету, то, что мы получили в еврейском народе. Это чудо. Весь мир поднимается за их дела, что они ограбляют народ, делают революции. Тут бы в один день исчезли. Окончательное решение еврейского вопроса. Под корень все выжигают. Ничего из сухого пня опять дается росток. А гонители все исчезают, как будто их никогда и не было. Это чудо Божье. Израиль это величайшее чудо Божие. Только молиться надо ежедневно, чтобы Бог дал им веру. Веру в принятие не Машиаха их, которого они ждут, своего мессию Антихриста, а Христа Спасителя Истинного, который пришел к погибшим овцам Израиля. Вот об этом надо молиться, чтобы остаток Израиля спасся, о чем апостол Павел говорит в послании к Римлянам. Отошел. Можно я скажу? Вот вам. Вот. Мы значит прежде читали, что Иакова возлюбил и Савва возненавидел. Ни за что младенца. Ну это дело Божие. Здесь очень интересный момент другой. Вот в втором главе Откровения. Так, где же это? Пусть сквернится. Один из стих. Неправедный пусть еще делает неправду, нечестивый пусть еще сквернится. Праведный же творит правду еще, и святый да освящается еще. То есть в чем здесь вопрос был? как говорит блаженый Феофилат, если у человека сердце грязное, и он не видит, он не хочет очищаться, он остается таким же, и в этом пребывает, и даже не хочет, он может увидеть, что он знает, что делает неправильно, но если он остается, то грязь на солнце из-за терпения, вот если вот глина лежит на солнце, грязь, или там, она на солнце затвердеет, и все, и рассыпется потом, превращается в пыль, грязь, или там лужа, все, она на солнце выйдет от благодати, она истекает, или рассыпается, не вошло, так же и грешное сердце, оно если закаменевает в этой грязи, и все, оно уже потом не способно без влаги, без благодати, если оно грязно, оно опять при влаге становится, хоть на нее лей влагу, не лей, она становится опять в грязь, вот, вот в чем дело, как и блажный феофилак говорит, а если мы очищаем сердце, то у нас чистая водица становится, чистое сердце, вот, здесь он и говорит, что грязное сердце фараона, оно было, и оно засохло на солнце, вот о чем речь, продолжим, римлянам 9 глава 19 стих, ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его, толкование, апостол, как я неоднократно сказал, всячески старается доказать, что распоряжение и суды Божии известны одному Богу, и потому везде собирает множество затруднений и не предлагает решений, чтобы поставив слушателя в затруднительное положение, убедить его, что распоряжение и суды Божии непостижимы для человека и превышают его разум. Смысл настоящего места следующий. Апостол представляет возражение и недоумение. Если Бог ожесточает кого хочет, то за что же еще обвиняет он грешника? Ибо кто может противостать воле его? Захотел он и ожесточил, а ожесточенный согрешил по справедливости. Как же ему обвинять и наказывать его? Такое именно представил апостол возражения, чтобы показать, что недоумение об этом может разрешить один Бог, почему и не решает его сам, но заграждает уста недоумевающему, говоря римлянам 9.20 А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его? Зачем ты меня так сделал? Толкование. Видишь ли, как останавливает безвременное любопытство, налагает узду и научает знать различия между Богом и человеком? А ты кто? Разве ты участвуешь с Богом в правлении? Разве ты судья того, что он должен сделать или не сделать? Делать или не делать? Говорить, что это следует сделать так, а это иначе, значит припираться с Богом и действовать наперекор ему? Но это отнюдь не должно делать, а должно с покорностью принимать сделанное Богом, как было оно и как бы оно ни было сделано. Вопросы? Никита тушенку пусть сделает. Нет вопросов. Игнать Тихонович. Это то самое место, на которое ссылаются проповедники, знающие священное писание. Апостол Павел отвечает на множество вопросов. И, конечно, не все они здесь описаны. Но когда дело коснулось судеб, то есть предведения Божьего, что заранее Бог образно планировал, он просто крикнул на человека, а ты кто, что споришь, перестань? Вот и все. Это Иоанн Затаус так объясняет. Это то самое место, вот здесь гора алмаза, которую нельзя сдвинуть. Но почему именно евреи, чем мы хуже? Ну посмотри сам, народ-то какой, там деграданты собираются, там смотреть не на что. Ты рассуждай как угодно, но ты будешь рабом у них, они не у тебя. И так надо рассуждать. Горшочник Господь, и он избрал 2896 наций, именно этот народ будет избран в лице Авраама, и дальше будет передаваться. И другой раз даже подумаешь, я как-то еврейке тут сказал, иногда создается впечатление, может быть, у кого-то, что Бог как будто ошибся, избрал такую нацию, хуже ее нет никого. Как они с народами поступают, и что делают, вот эти революции, только в одной России 100 миллионов голубь на их совести. Но Бог сказал и сделал. Все наши рассуждения могут быть на 100% правильные. Но дальше в рассуждениях идти не надо. Да так. И Бог избавляет нации от ненужного, удаляет ненужных евреев, спихивает их с лица земли, холокосты, 6 миллионов, как они высчитали, а снова возрождается новое поколение. Это Бог назначил. Мировая история вся вокруг Израиля вращается, не вокруг России, вокруг Израиля. И мы должны соглашаться, склонив голову, иначе ты делаешься врагом Божьего плана спасения. Отошел. Послание к Римлянам, 9 глава, 21 стих. Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного потребления, а другой для низкого. Алкование. Пример этот употребил Павел не для того, чтобы уничтожить свободное произволение наше и представить нас недеятельными и неподвижными, но для того, чтобы научить нас, как должно покоряться Богу и оказывать Ему глубокое и безмолвное повиновение. Как горшечник рассуждает из одной и той же глины делает что ему угодно и ни один из сосудов не противоречит ему, так и ты. Не спрашивай у Бога, почему он людей, хотя ни одного и того же рода одних наказывает, а других награждает. Напротив, благоговей пред ним и подражай глине. Как та покорна руке горшечника, так и ты покорствуй определению распределителя вселенной. Знаешь читатель, что как в сосудах не от глины зависит, что иное выходит на почет на иное на низкое употребление, ибо глина одна и та же, но от употребления пользующихся изделием, так и в людях не от природы зависит, что одни достойны наказания, а другие наград, ибо природа одна и та же, но от произволения. Вопросы? Нет вопросов? Тогда Тихонич, на этот стих что-то добавить? На этот стих только голову склонить и согласиться. Это те самые места, где вопросы не задаются, потому что несправедливо так, любой скажет, да какая это справедливость, но у тебя если рождается два ребенка, ты не родился еще, подошел к матери, она рожать готовится, вот он родится, я его ненавижу, он говорит, ты чокнулся, мужик, совсем, ты хоть на руках возьми, подержи его, нам не надо рассуждать, тут ты рассудил правильно, а здесь неправильно, но Бог все выводит к одному, это касается только израильского народа, это касается только двоих сыновей, переносить домашнюю обстановку глупо, нельзя, и поэтому склонив голову однажды, не поднимая ее, так сказал мой Бог Иегова, аминь, так сказал и подчиняюсь, аллилуйя, никогда не становись на сторону врагов, вот образовали язычество, ну тут такие разные люди были, генерал Константин Петров, Левашов Николай, там академик, все против Иреев поднялись, внезапно оба умирают, и все считается, что это именно рука чья-то убрала, но как бы ни рассуждали, просьба, руки просят Израиля отошел. Примлянам 9 глава 22 по 24 стихи Что же, если Бог, желая показать гнев, явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников, толкование, заградив уста любопытному, дает теперь решение. Смысл сказанного такой. Параон был сосудом гнева, то есть человеком, который своим жестокосердием воспламеняет гнев Божий. Его Бог щадил, то есть сносил, терпел, ибо сподобил его великого долготерпения. Но он воспользовался этим долготерпением к ожесточению и сделался сосудом, способным принять гнев, совершенным к погибели, то есть приготовленным к ней от самого себя и по собственной своей воле, потому что не опустил ничего служившего к его погибели, но сделал все, что влекло к его погибели. Иначе щадил, то есть выставил на вид, чтобы так, как он не сделался лучшим от долготерпения, наказать его и показать собственное могущество, дабы от этого другие сделались лучшими. Как наказав его сделавшегося сосудом гнева по собственному произволению, Бог показал свое могущество, так, помиловав много согрешивших, но сделавшихся достойными милости язычников, явил богатство славы своей. Не сказал человеколюбие, но славы, ибо совершенная слава Божия состоит в том, чтобы миловать. Далее, которые он приуготовил, то есть предвидел. Не сказал спас всех язычников, но из язычников, то есть некоторые. Поэтому не соблазняйся, иудей, вот и из язычников одни милуются, а другие нет. Вопросы? Игнат Николаевич. Обращение к пророку Осии говорит, что у апостола Павла Ветхий Завет, то есть Библия по-тогдашнему, была всегда открыта. Это нам образец. В доказательстве имеет силы не твое личное отношение, не то, как верили наши предки, хотя это очень важно, но что говорит Бог, а как понимать, как понимали святые отцы. В этом и заключается сохранение православия, они в свечках. Не в том, что ты отстоял там службу или что-то. Так говорит Осия. И доказательство не мой народ назову народом. И возлюбленную назовет уже не возлюбленную, а отверженную. И притом называет возлюбленной не человека, а именно государством. Это люди, которые происходят от семени Врамова. И нужно мыслить все время этими категориями. Никогда не спорить. Спорят, когда что-то там против говорят. И мысленно сообрази. Говорят правильно. Если по Писанию промолчи, не по Писанию восстань. Восстань и докажи. Отошел. Римлянам 9, 25, 26. Как Иосиф говорит, не мой народ назову моим народом и не возлюбленную возлюбленную. На том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будут сынами Бога Живаго. Толкование. Иудеи могли сказать, ты, Павел, обманываешь нас, говоря это. Посему приводит Осию, который вызывает и говорит, не мой народ назову моим народом. Кто же это был не его народ? Язычники. А кто не возлюбленная церковь языческая? однако язычники стали народом и возлюбленными даже, что важнее, сынами Бога Живого. Если кто скажет, что это сказано об иудеях, ведших себя неблагодарно, но потом принятых в благодать, то такая речь не вредит нашему объяснению. Ибо если принятие это произошло с ними, то что воспрепятствовало произойти ему с язычниками? Вопросы? 27 стих, римлянам 9. А Исайя провозглашает об Израиле. «Хотя бы сыны Израилевы были числом как песок морской, только остаток спасется». Толкование. Не удовольствовался указанием на оси, но приводит во свидетелей Исайю, который провозглашает смело и безбоязненно, что спасутся не все израильтяне, но достойные спасения, ибо это значит остаток, то есть избранные, которых Бог оставил и отделил как достойных. Говоря, как песок морской напоминает им о ветхозаветном обетовании, которого они сделались недостойными. Итак, не тревожьтесь, будто обетование нарушено, все пророки предвозвещают, что не все достойны спасения. Вопросы? Игнать Тихонович. Аминь. Римлянам 9, 28. Ибо дело оканчивает и скоро решить по правде. Дело решительное совершит Господь на земле. Толкование. Теперь показывает, как спасется остаток и говорит, что не нужно трудиться, далеко ходить и утомлять себя делами законными. Бог, приводящий к концу и коротким способом совершающий слово веры по всей земле, сделает это по правде, то есть чтобы оправдать принявших оное. Далее цитата. Если устами своими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем своим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Римлянам 10, 9. Вопросы? Игнатий. Аминь. Я уже говорил об этом. Послание к Римлянам и места, где говорится о предведении, они не толкуются. Если бы молчал здесь блаженный Афиафилак, мы бы ничего не могли добавить. Он просто говорит и на этом соглашается. Человек не согласился, вопрос задал, он криком сразу закрыл его уста. никак, вот как в английском языке стоит год побить вместо никак. То есть Бог запрещает даже думать. Конечно, язычники там поднимутся на эти слова. Нам не надо ни на что смотреть. Смиренно сказать, да будет воля твоя святая. И на этом остановиться. А рассуждений вообще никаких тут нет. Примилан 9.29 И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гаморре. Толкование сказав, что спасется остаток, теперь объясняет, что это значит и говорит, что Бог оставил нам избранное семя и хлеб. Ибо слово оставил, употребил вместо избрал. Так что если бы Бог не сохранил Оного, то мы подверглись бы истреблению подобно Содомлянам и Гаморянам, как осужденные за грехи свои. Вопрос Игнатий Антракт Молчания Римлянам 9 глава 30-31 стихи Что же скажем Язычники не искавшие праведности получили праведность праведность от веры а Израиль искавшие закона праведности не достиг до закона праведности толкования. Здесь дает самое ясное решение показывая почему язычники приняты а израильтяне отвергнуты. Язычники говорит держась праведности от веры действительно оправдались а израильтяне непрестанно ища закона праведности то есть закона дел не достигли до праведности потому что закон состоящий из дел не в состоянии был оправдать. Римлянам 9-32 почему потому что искали не в вере а в делах закона ибо приткнулись о камень приткновения толкования знай что они искали оправдание не в вере но будто бы в делах закона Римлянам 9-33 как написано вот полагаю сегодня камень приткновения и камень соблазна но всякий верующий в него не постыдится толкование притыкается тот кто засматривается на что-нибудь стороннее и не обращает внимания на то что у него под ногами так и иудеи засматриваясь на закон приткнулись о Христа то есть не уверовали а камнем приткновения и камнем соблазна назван Христос по отношению к концу и распоряжению не уверовавших ибо сам по себе он положен в основание и опору потому что говорится верующий в него не постыдится Рок Исайя 28 16 язычник ли то или иудей так что все совершает и оправдывает вера а не дела вопросы Игнатий Ханович я расскажу случай один случился в Дании родился сын все слышит но не разговаривает и однажды отец с ним было ему уже 16 лет на лесозаготовке и дерево как то подрубленное стояло а потом сразу ветер дунул оно стало падать и на отца и он как закричал отец дерево падает ну дерево упало отец отскочил и он такие удивленные глаза говорит так а что ты молчал 16 лет он говорит случай не представлялся вот я 54 года молчал на этом послании научился и ты меня подбегаешь к этому а мои уста закрыты случай не представлялся но когда я был в доме мулы у мусульман тут я открыл 6.23 к римлянам когда я попадаю среди мусульман у меня тогда во все оружие встает это послание а пока случай не представлялся отошел сережа вопрос есть давай вот 25 26 стихи здесь толкование филакта да вот кто же это был не его народ язычники а кто невозлюбленная церковь языческая в священном писании мы не находим слова церковь языческая что это такое церковь языческая то есть до создания Христом церкви языческой единой церкви не было то есть что это такое непонятное церковь языческая Церковь это собрание Какое было собрание у всех народов мира Вот интересный вопрос Непонятно Но потом-то она, Сергей, стала возлюбленной Дальше он и не возлюбленный Нет, подожди, при чем тут потом? А кто не возлюбленная? Он говорит, церковь языческая Ну это будущая церковь, язычник Которая возлюблена Не было языческой церкви Ну а язычники же тоже собирались Если церковь подразумевать под словом собрание То он ее не любил Они там приносили жертву бесам Конечно, она была не возлюбленная Но потом-то они обратились Стали приносить жертву Богу, Христу И она стала возлюбленной Хорошо, понятно, да Спасибо Слава Христу Десятая глава Десятая глава, первый стих Братья Желание моего сердца и молитва к Богу об Израилево спасение Толкование Намереваясь нанести иудеям удар Предваряет его коротким словом Дабы не подумали, будто последующая речь его происходит от неприязни к ним И говорит о желании сердца То есть о хотении своем О сильном желании И даже о молитве своей за иудеев Чтобы они не только освободились от наказания Но и спаслись Как же, говорит, быть мне неприязненным к вам Когда я молюсь Богу о спасении вашем Ну тут, я думаю, нечего толковать Идем дальше Римлянам Десятая глава, второй, третий стих Ибо освидетельствую им, что имею ревность по Боге, но не по рассуждению Ибо, не разумея праведности Божией И усиливаясь поставить собственную праведность Они не покорились праведности Божией Толкование Сначала, казалось бы, благоприятствует и угождает иудеям Ибо, сказав о них, имеют ревность по Боге, но не по рассуждению Показывает, что они достойны больше милосердия, нежели наказания Ревнуют они, говорит, о законе, данном им от Бога Однако, ревнуют не по разуму Не желая познать того, что закон пристал и упразднился Но далее показывает страсть их к спорам и любоначали Они старались поставить собственную праведность То есть праведность от закона, составляемую из собственных дел и трудов Которая, как павшая, уже не может стоять И таким образом и своей праведности не поставили И праведности Божией не покорились Это и есть знак самохвальства и любоначалия Даже неразумия усиливаться, поставить то, что не может стоять И в этом проводить все время Праведностью Божией называется здесь та, которая от веры Которая не зависит от трудов наших Но всецело есть дарование Божие Вопросы? Игнать Тихонич Считаем третий стих Ибо не разумея праведности Божией И усиливаясь поставить собственную праведность А они не покорились праведности Божией Вот это надо было вынеслить уже Антонию Павлу Ну, который первый основатель монашества В Россию Антонию Феодосия Вот эти стихи, если бы висели как афиши Как транспаранты Это мы увидели бы, как Тассиедом Зайны Как у немцев написано Каждому свое При входе в Освенцем, там в Бухенвальд Как можно было не видеть эти слова? Монашество приняло вторую часть Скрыв его смысл С малых лет уходили в монастырь И каноны специально стали принимать Что не раньше вот такого-то возраста Испытывать его два года Подряд свои же правила Каноны соборов подряд нарушали и нарушали Каноны такие, о которых сегодня даже не знают Если оставляет жену ради благочестия Да будет подклятву То есть проклятый Оставляющий детей Ради благочестия Да будет подклятву Проклят И дальше Оставляющий родителей Ради благочестия Да будет подклятву Вот тебе гангские анкирские соборы Которые увидели Государство разваливается Собственная праведность О Христе вообще речи никакой нет О Христе как будто не было его жертв Ничего нет Вот эти стихи Это смертельный приговор монашеству Как к антиевангельскому устроению Тут говорить совершенно не о чем Вот это Если коснется разговаривать с монахами Скажите вы про это считали или нет Вы враги устроению Божию А где это возлюбленное? Корнилия дом Возлюбленное Это значит Уневещивание Невесты А евреи Насколько были ревнители И Петр пошел И взял с собой Шесть человек Они ему не нужны В дом Корнилия Но Он их знал И когда пришло время Его Упрекали Ходил к язычникам И ел Они не знают Что у невещивания Уже произошло И тогда Он ссылается на этих людей Люди были Видели Как я мог им препятствовать То есть он взял Живых свидетелей Как я мог препятствовать Они Не просто Захотели быть Верующими в Егову А они приняли Получили Дух Святой Он на это как раз и ссылался Они Даже не посмотрели То что Верховный апостол Первоверховный Как принято называть Петра Они напали на него Ты ходил Елки зычникам А ваш еще там страдает Ну как что Дал им надежду Что они спасутся Ну да Кто Язычники на небо Да одного этого достаточно Что приговорить С смертной казни 40 киллеров Мгновенно Кинжала из ножен Умереть Все готовы были Ни пить и ни есть Пока не убьют Павла А почему А увидели Трофима ввел в храм Язычников в храм ввел А тут ввел в небо И вот это вот Супер трагичные стихи Которые православие Не поняла Объявила им войну Монашество Ни один монах не скажет Что он верит В голгофскую святыню А зачем тебе эти рекорды ставить Зачем уходить от людей Когда написано Идите по всему миру А не от мира Как можно дальше Его найдут Где он еще дальше ушел То есть это вызов Богу брошен был И поэтому Там где была Пустыня Где монашество Основание положило Египетское Ничего нету Одни мусульмане Ничего То есть Бог это Отверг и подклятвый Как под проклятием Отошел Римлянам 10 глава 4 стих Потому что конец закона Христос Праведности всякого верующего Толкование Так как поистине назвал Праведностью Ту праведность Которая от закона То дабы с одной стороны Уверовавшие из евреев Не сказали Значит мы сделались преступниками Когда оставили эту праведность А с другой Не уверовавшие Не могли сказать Что хотя теперь Не выполнили они Праведности по закону Однако могут совершенно Выполнить ее после Апостол устраняет Ту и другую мысль Говорит Конец Закона Христос Чего желал закон И не совершил То совершил Христос То есть Оправдание человека Поэтому Не говори Уверовавший Из евреев Что ты сделался Преступником закона Напротив Ты познал Волю закона Совершившуюся Посредством Веры во Христа С другой стороны И ты Не уверовавший Еще иудеи Не надейся Сам совершить Праведность По закону Совершитель Ее Христос Итак Если хочешь Получить Праведность Прими Христа Верой И будешь Иметь Вопросы Сережа У меня вопрос Никак не могу понять Вот говорится Значит В начале главы Апостол Павел Говорит Об израильском народе Который Живя под законом Хотел приобрести Праведность В этом законе Но у них получалось Он начинал Ставить Свою праведность Выше закона Когда этот еврей Говорил Что я Все Соблюдаю И не так Как этот человек И еще От тмина И мяты Даю десятину Он свою праведность Ставил Выше закона Выше христа Не выше закона Выше христа Выше христа Но он его не знал Еще тогда Христа не было И он не знал Он исполнял закон Но старался Исполнять закон И свою праведность Выставлял Даже выше закона Вот в чем дело И не получал Того Что Христос Дает Так вот мы Последних времен После христа Родившиеся Да Мы Получаем Все по вере По вере Это лучше Чем закон Потому что Мы знаем Сейчас и говорится Закон Несовершен Значит Израиль Не получил Спасения Через закон Мы Получаем По вере Вот И не могу Я в своей голове Связать Все это Вместе Вот этот закон И Праведность По вере Вот что У меня Получает Закон Закон Был Где-то Водителем Ко Христу Вот это Вот ты Запомни И все Закон Был Где-то Водителем Ко Христу Когда пришел Закон Он Ну вот Нянька У ребенка Нянька Закон Закон Это нянька Пришел Христос То есть Ребенок Вырос То есть Уже Человечество Выросло Уже Не нужно ему Соску давать Не нужен закон Нянька Уже Не требуется Уже Другие Нет Закона Христос То есть Когда пришел Христос И Иудеи Не принимали Христа Не веровали В Него Что значит Не веровали В Него Они думали Что я буду Соблюдать Десять заповедей И Бог меня простит И я войду В рай А Бог говорит Все согрешили И он внутри То себя понимал Что Он грешный Раз они жертвы Приносили Значит Бог его не простит Но он говорит А он Как бы Уперся Нет Он обязан Меня просить Потому что Я соблюдаю Они обманывали Они говорили Что мы соблюдали На самом деле Они лгали Потому что Никто Не Не мог Все согрешили Хоть в чем Согрешивший в одном Виновен во всем Я вот так Ну как Ты не увязываешь Что здесь Непонятного Ну Христос Пришел Он исполнил Закон Теперь нужно Уверовать Него И поверить Что он Вместо тебя Умер За твой грех Я к тому Что закон Не надо соблюдать Сейчас вообще А жить Только по вере Нет Закон Он никуда не делся Как его Не надо соблюдать Как Он не навел Ни до чего До совершенства И Израиль Его Сейчас Исполняет И все равно Не достигает Ничего Значит И не принят Он Христом Израиль Сейчас Как же Он не принят Написано Остаток Спасется Израиль Остаток Который Уверует Патриста Без веры Угодить Богу Невозможно То есть Они Не веря Богу Стараются Исполнить Закон Как Не веря Богу А зачем Если Верой Бога У Христа Нет Пришедшего Исполняют Закон Но Не доходят До Спасения Они Исполняют Закон Христос Исполнил Закон Христос Они не верят У Христа Да как Они Спасутся Если Сам Бог Пришел На землю Они В него Не уверены Его Распяли В других Местах Апостол Павел Говорит А вы Зачем Обращаетесь К закону Мы Не должны Обращаться К закону Я об этом Хочу Сказать Сергей Можно Немножко Давай Здесь Надо Просто Пояснить Что В законе Надо Осталось Что Которое Надо Соблюдать Именно Исполнять То Что Бог Повелел А то Что Уже Не надо Соблюдать Как Говорится Жертвоприношение Сейчас Егненка Не надо Приносить Потому что Христос Распят Был Ну и Так Надо Все Западе Посмотреть Православная Верия Это Все Уже Объяснено Это Просто Надо Прочитать Святых Отцов Будешь Знать Толкование Знать Как Два Иностранца Разговаривают С дядей Миша Сережа Вот Ты Понимаешь Ну Как Еще Ну Ты Попробуй Объясни Ну Как Закон Сейчас Закон Он Должен Быть Написан На Сердцах Наших Вот Смотрите В Настоящее Время Народ Израильский Вот Есть Такие Любавические Рэби Они Постоянно Пребывают В чтении Священного Писания Уже Даже Дошло До того Сколько Там С 17 Века Что Они Начали Говорить О любви Как Христиане Да Они Ждут Мессию Но Да И до этого Все Евреи Они Постоянно Каждый Прибывает В изучении Священного Писания Нормальный Иудей Но Он Вышел Из Синагоги Все Он Закон Там Исполнил Он Вышел Он Тут же Сигарету В рот И стоят Они Курят Разговаривают О своем Вот Если Там Суббота Они Зайдут За угол Чтобы Их Потому Что Субботу Нельзя Курить Или Он Шестой Любавический Рэбби Сидит За столом Пишет Что-то Там Пишет Духовное И у него В руке Папироса То есть О чем Это Говорит То что Закон Не запрещает Все Разрешено А Когда У человека Закон Написан На сердце Он Уже Сам Не надо Ему Говорить Что Нельзя Не Бей Того Не Бей Не Свернослов Он Сам Уже Боится Бога Он Не Будет Ни Свернословить Не Драться Не Написан На сердце Закон Вот В чем Дело А для Этого Нужно Быть Очищен Словом Божьим Когда Человек Очищен Словом Божьим И Молитву Все Рожден Слыш То есть Вот В чем Дело Разница И второе А закон Десятисловия Он вечен Что подразумевать Под законом Закон Это Десятисловия Десять заповедей Он вечен И все А остальное Ну Как Что Сказали Апостолы Соблюдать Удавлены Крови Блуда И Четыре Пункта У меня вот Какая мысль Возникла Если В Ветхом Завете Ну В законе Так По нашему Были Пророчества О Христе И Иудеи Отвергли Эти пророчества Не уверовали Им Они Нарушители Закона Как бы Они не кичили С собственной Праведностью Говорить Ты не путай Закон Это Постановление Которое Нужно Выполнять А пророчество Это пророчество Это пророчество Это предсказание О Христе Человек Ну Они Должны Верить Они ждут Они до сих пор ждут Но только Извратили Извратили Подмена Произошла Подмена Произошла В какой-то момент Сатана Взял Извратил Понятие И они ждут Не того Мессию А которого Им надо Извращение Закона Это же И есть Нарушение Нарушение Но это Незаконно Это Они Закон Они Тоже Извратили Но это По-другому Они Извратили Ожидание Мессии Самое Главное Ого Они Являются Преступниками Закона Ну Трудно Сказать Закон Это Как тебе Жить Понимаешь Когда ты Живешь По закону По закону Поступаешь Ты живешь Ты вот Встал Сергей Подожди Пусть Еще Завязать Швырок Еще раз Вопрос Я понял Сергей И вообще Все остальные Я немного Понял Больше Потому что Вот Десятисловие Опять Мы Поминали Здесь Сейчас Говорили Что закон Десятисловие Вот оно Есть Но Христос Не нарушил Это Десятисловие А вот Он сказал Вот В этих Девяти Пожелания Которые Выше Вот этого Закона Не Делай Того Чего Сам себе Не желаешь Естественно Я не должен Кого-то бить Там Или убивать Вот Чем-то Вот Чем Делать Значит Этот закон Тогда Христов Выше Не пожелай Вот этого Всего Делать Выше Чем Десять Десять Заповедей То есть Он Выше Правильно Выше Он возвышенный Этот закон Христов Там написано Не убей А сейчас Не пожелай Не пожелай И вот в сердце То что есть Я действительно Знаю Что Если я поступаю Что-то неправильно Значит я сразу Закон у меня В сердце есть И я это Сразу чувствую Что я неправильно Делаю И если делаю То значит Грех Мне А если я Бросил Сразу И не делаю Значит Нормально Тогда я живу А если Я продолжаю Делать Значит я Нарушаю Ну потом Скажем Что это за Оружие Такое Для нашего Времени Осталось ли Оно В жизни Каждого Из нас Вот эта Собственная Праведность И чем Она Отличается От праведности Христа Господа Нашего Вот вопрос Жизни И смерти Нашего Спасения Ну Собственная Праведность Это Такая Праведность Что Христос Не нужен Я сам Со Христом И со Христом Может быть Собственная Праведность То есть Человек Верующий В Бога Ладно Тогда он Не знал Христа Я не таков Как прочие Люди Вот Христос Говорит Не суди Не судим Будешь Если я сужу Я уже осужденный Хотя я Якобы Во Христе Хотя я верую Во Христе Во Христа Но если я сужу Я уже Осужденный Здесь Богом Христом На земле Потому что Он говорит Не судите Судья Единый Есть И заступник И ходатай Наш Господь Иисус Христос И вот Собственная Праведность Она Вылезает Из меня Из Человек Моего Эгоизма И вот Она смотрит На мир Что Я не таков Как прочие Люди Что я праведный Я христианин Я знаю Больше остальных То есть Идет сравнение Некое Что одни Черные Другие А я Такой Пушистый Вот как Объясните Что это Такое Собственная Праведность Есть ли Она У нас Или нет Это Лешенька Наша Наша Праведность Как запачканная Как запачканная Праведность Запачканная Вот это Наверное Что ты Думаешь Что ты Такой Праведный Что у тебя Все Прям Прям Как по Христу А у Остальных Никак Ну вот Как объяснить Так оно И получается Наверное Что Нужно Усмирение Нам Кротости Вырабатывать Которую Бог нам Дает Дух Святой Именно Вот Учиться От Христа Придите Ко мне Учитесь От меня Ибо Я Кроток И Смирен Сердцем Великий Наш Учитель Господь Христос И Когда Мы Забываем Кто Наш Учитель Мы Примегаем К закону К Собственной Праведности Извращая Эту Истину Получается Что Главное Христос И Вот Живя Участь От Христа Подражая Христу Вот Стараясь Делать И поступать И говорить В жизни Как Христос Быть Подобным Ему Вот Мы Обретаем По вере Эту Праведность Христову Так Я думаю Так Чтобы он Понял Это Трудно Конечно Вопросы Нет вопросов Больше Игнать Тихо Желаете Что-то На это Стих Причина Возникновения Этого Вопроса Который Поднимает Одно и Та же На каждом Занятии Почему Прожито Жизнь Зрешно Будучи Верующим Творил Всякие Беззакония Что и Узычников Не слышно И по боку Закон Хотя Писание Говорит Если ваша Праведность Не превзойдет Праведности Книжников Оресеев Никто Не может Увидеть А вот Закон Он возвышен Правильным Десятисловий Никто Не отменял Но к ним Добавлено Еще девять Блаженств И теперь Погляди На эти Блаженства Блаженны Нищие Духом В порядку Блаженны Гонимы И когда ты был Гоним-то Только за то Что ты По пьянке Машину разбил Или что Ну маленько Дальше так глянуть А в Новом Завете В Новом Завете Другой уровень Не то что Дела не нужны Это люди Ходотайствуют За бесовскую веру Бесовская вера Они в ней погрязли Вера без дел Мертва Никакой веры нет Он только толкет О вере А веры то нет Никакой Потому что Мертвичина Никому не нужна Итак Первое Тимофею Считаем 4.16 То есть Ежедневный труд Вникай в себя И в учение В себя И в учение В себя И в учение Сравни И занимайся Сим Постоянно И вот только так Да Поступая так Спасешь себя Слушающих тебя Тут ничего нету Даже в бороду Уже под 80-90 лет И все еще Скоплят Да какое же это Доверие Богу то Вообще ничего нету то Это все Краснобайство одно И когда Дмитрий Смирнов Священник В храмы Московской Патриархии Говорит Какая у нас вера И прямо Бесовская Бесовская вера Посты Православные Сплошь и рядом Нарушают Ты же Прекрасно понимаешь Краснобай Для чего Посты установили Феофан Затворник Говорит Причины Разные Болезнь Не могу Другое Когда надо Попощусь То есть Все самохотение Но когда умрешь И тебя демоны Потащат в ад И хочешь или не хочешь Ты пойдешь туда Лукавство твое Кончится здесь Канон Если ты пост нарушаешься На два года Отлучаешься от церкви А я верующий Веры то нет Мертвящина Еще ты хвалишься Дым пускаешь Посчитай Как Серафим Саровский Подвязался Это люди Уповающие на Бога Знающие жертву Христовой крови Как Иоанн Златоус Что они делали Я не говорю О тех Которые в пустыне уходили И Павел говорит Я не пристану В посте И молитве В слезах Когда ты плакал Пьяными слезами Только плакал Что бутылку украли Водки у тебя Бессовестные Что нашли себе Оправдание В Осипове Да глянь на него На масонскую пизаномию Сколько он перепортил людей В советское время К семинарии приблизиться нельзя Был он был Профессор Это означает Все делал Что КГБ скажет А вот пример Он говорит Не надо Вечного мучения нет То есть он нашел Себя дыру в ад Если здесь говорится Что Какая одежда И проще Давайте мы посмотрим Чтобы не возвращаться Откровение 19.8 Просчитай Откровение Иоанна Богослова 19.8 Проверим Есть ли у нас Эта одежда Потому что Господь зашел И говорит Как ты попал В небрачной одежде Краснобай Окаянный Возьмите Свяжите И выбросьте Во тьму внешнюю Профукал свою жизнь А теперь начинает Одно и то же На каждом занятии Почему Совесть мучает Так и начни Подвязаться Уже времени нету Не то что мало Нету вообще Откровение 19.8 Просчитай С выражением Кто должен Добрые дела Разводов Десяток За плечами Срам один Ради вас Имя Божия Хулица Павел говорит А мы Слюни Распустили На нас Язычники Показывают Пальцем Такого Блудодеяния У язычников Не слышно Ведь сон же Есть праведность Святых Где она одежда Ты голый Несчастен И нищий Слеп Инак Купил мне Мать свою Помашь глаза Свои Чтобы видеть Срамоту свою Жизнь прожили В срамоте И теперь Ничего не надо Закона Не надо Закона Жертвоприношения Потому что Возвыснилось До Христа Ни о чем Другом Речи то нет И все время Об одном Но я верю Во Христа И все Бесовская вера Кого может спасти Когда последний раз Напивался Когда накуривался Ты по порядку Маленько разбери И закрой Устарь Чтобы не слышно было Ни позорь Ни себя Ни православную веру Если мы православные Так давайте Люди миру покажем Город на вершине горы Не может укрыться Она нас пальцем тыщет Это ваша вера такая В чем мы Для чего собрались Здесь Чтобы кощунствовать Над заповедями божьими Блаженные плащащие Блаженные миротворцы Какие миротворцы Когда с родной женой Не мог помириться Ты маленько глянь на это Да построже Почему Ян Златоуз Говорит Избери такого наставника Строже которого Нет во вселенной И если Праведник едва Спасается Едва Запитая То нечестивый грешник Где явится Ответа нет Он в аду будет гореть И до таковых Нет жертвы за грех Апостол Павел пишет Но некое страшное ожидание Огня готового пожать Противников Не почитает За святыню Кровь завета Духа благодати Оскорбляет Причаститься надо В суд осуждение Поэтому из больницы Не вылазят Ты маленько взглянь Построже на слово Это Божие Это чтобы оно Опалило тебя И тогда Если ты выйдешь Ты глаз не поднимешь На мир смотреть Люди Христа Не знают А тут так Уверовал во Христа К баптистам пошел К мормонам По разным городствам По бойкам Пролазили жизнь Проблудили умом А теперь закон не нужен Все В конце процесса плелись А теперь повернул назад Оказался первый Первый Никого не обманешь Где Бог Там святость И Павел говорит Я непрестанно В труде и молитве Более всех потрудился Перечисляет Впрочем не я Но благодать Божия Со мною И какой труд положил И непрерывно Притом Непрерывно В труде и молитве Как апостолу первую Принесли все К ногам апостолов Положили Как там описано Варсава Варнава Который был Иус Так а зачем нужно Делами подтверди Вера ты без дела Мертва Мертва И тебе стыдно Ее показывать Поэтому Подбиваем эту веру Под закон А закон не нужен Ну и ничего не надо Все по боку Ешь пей Будем есть и пить Веселиться Ибо завтра умрем Вот лозунг Какой стал Веры то нет Никакой Без страша Потерян страх Божий Ты прочитай Притча Соломона Первого Голова Седьмой стих Начало мудрости Первого шага Еще не сделали В страхе Божьем И говорят В страхе и трепете Совершайте Своё спасение Павел пишет А здесь так Рот до ушей Раскрытый В страхе и трепете А не то что говорит Да подхахатывает Подхахатывает Я там биографию Их знаю всех Хохотунов этих Это позорище для церкви Пожили срам на жизнь И заканчивает её Жил грешной Умирает смешно Ты себе это накачай маленько Подожги под себе огонь Как портопопа в вакуум Исповедовал Подошли Недоброе чувство Скрутил свящу Вдвое Втрое И поставил Пальцы На огонь Ну как Отец Сергий Льва Толстого Пока палец не отвалился Это из жития святых Где-то Люди боялись Как огня Греха А здесь нужды Даже никакой нету Биографию Ты стою Взглянь маленько Это и лишнего Слова не скажи Никогда Только плачь и рыдай Вся жизнь прошла Во грехе Вдали от Христа Куда только не шли Нет того греха В который не Втемяшились бы Отошёл Вопросы? Временам 10 глава 5 стих Моисей пишет О праведности от закона Исполнивший его человек Жив будет им Толкование Подтверждает сказанное Чего не совершил закон То совершил Христос И говорит Моисей рассуждает Об оправдании человека Посредством дел Но как не было Ни одного человека Который исполнил бы дела То оправдание по закону Невозможно Римлянам 10 глава 6 по 9 стихи А праведность от веры Так говорит Не говори в сердце твоём Кто взойдёт на небо То есть Христа свести Или кто сойдёт в бездну То есть Христа Из мёртвых возвести Но что говорит Писание Близко к тебе слово В устах твоих И в сердце твоём То есть слово веры Которое проповедуем Ибо если устами твоими Будешь исповедовать Иисуса Господом И сердцем твоим веровать Что Бог воскресил Его из мёртвых То спасёшься Толкование Познав Что дела закона Не могут оправдать человека Научись Как без труда И легко Оправдываемся мы во Христе Для этого требуется Вера от сердца И исповедание от уст Но нужно Но нужно распространнее Объяснить сказанное Кто взойдёт на небо Или кто сойдёт в бездну Апостол заимствовал Этого Моисея Книга второзакония 31 глава С 11 по 14 стихи Но в том смысле Какой уразумел По своей высокой мудрости Моисей в буквальном смысле Говорит так Заповедь Божья Лежит иудей Пред очами твоими Так что тебе нет нужды Ни сходить на небо Чтобы найти её Ни сходить в бездну Ни переходить через море Чтобы там взять её Она близ тебя В устах твоих И в уме твоём Бог всё показал тебе Посредством закона Так Кажется Говорит Моисей Буквально Но апостол Отнёс это Ко Христу Не сомневайся Говорит он И не спрашивай В уме своём Как Христос Сошёл с небес И воплотился Или как Умершего Стал из бездны То есть из преисподних мест Но веруй Что он сошёл И воплотился И что быв погребён Восстав Восстал Через воскресенье Ибо Бог Воздвиг его Поэтому И смотря на достоинство Воздвигшего Удобно Можно веровать Что же легче Этого Когда ты имеешь Спасение В устах своих И дабы Кто по причине Самой удобности Не почёл Делы веры Достойным Призрения Показывает Что Помышления Неверия Противны Самой вере И что Их Должно Отражать С твёрдостью Не говори Внушай Того И другого В сердце Своём То есть Никаких Сомнений Не допускай В мыслях Своих Вопросы Игнать Тихонич На эти места Что-то можете сказать То что я впереди сказал Это надо обдумать И никогда не возвращаться На каждом занятии Одно и то же Срам этот Если ты православный Не позорься Выполняй всё Что церковь предписала Если не православный Зачем ты лепишься К святому православию Православие Дало нам Семь вселенских соборов Девять поместных Книга правил Нам что это По боку Всё мимо прошло Ну надо один раз Как-то вздрогнуть И решить Всё куда отходить Сколько можем ухлевать Бога ты не обманешь И сказать Бог долго терпелив Я искушаю Бога Уже сколько раз Мы бываем больные По больницам Возвращаемся Как пёс на блевоте Но опять то же самое А не надо Закон До закона возвышен На такой степени Что мы даже голову Запрокинуть не можем Если там было блуд То здесь даже не по мысли Если там убийство То здесь даже внутри себя Не имея ненависти Молитву Бог не примет Как? Положи жертву У жертвенника Ни слова про это Не говорит сатана Потому что Причищающиеся Как огнедышащие Так говорит Иоанн Златоуст Когда достойно Причищаются А когда недостойно Ты хочешь Чертей Тешишь Они в рот уголь Толкают 19 января Житие Макария Александрийского Ему Бог открыл С причастием С причастием А там демоны Кружатся Никакого причастия Нету В рот уголь Толкают Вот и причастие тебе Лукавство одно А если праведность То праведность Достигнет тебя И ты ужаснешься Глядя на вчерашнюю жизнь Закончи этот стих В среду и пятницу В среду и пятницу Вода и числа указывают Можно масло Или нельзя Римлянам 10 10 Это на среду пятницу Только числа указывают Потому что Сердцем веруют К праведности А устами Исповедуют К спасению Толкование Сердце имеет нужду В устах Ибо Что пользы Веровать в душе И не исповедовать Пред людьми Хотя вера Оправдывает в уме Но совершенное Спасение Зависит от Исповедания Ибо 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 Тогда Вера Сияет И многих Пользует Но и уста Имеют нужду В сердце Многие Исповедуют Христа Лицемерно А сердце Их Далеко Отстоит От него Комментарий В жизнь На Руси За тысячу лет Андрей Боголюбский Велел Вводить Иностранцев По храмам Да Видят Поганые Как А веруют Православные И это Нечастное Мнение Воина Андрея Слово Божие На Руси Не проповедовалось Никогда Как Должно Что Пользы Веровать В душе И не Исповедовать Пред людьми Тысячелетия Православных Учили Молчать В храмах И в монастырях И зорко Следили за тем Чтобы никто Не проповедовал Евангелие Было Время Когда В храмах Запрещали Проповедовать Даже Пресвятерам Какой Дух Додумался До этого Что Пользы Веровать В душе И не Исповедовать Пред людьми Вера Основанная Не на Священном Писании Может Подвигнуть На величественные Подвиги И даже На жертвенность Но Что Пользы Веровать В душе И не Исповедовать Пред людьми 1275 Монастырей Было На Руси В которых Учили Молчать Предреволюцией 75 тысяч Храмов Было На Руси 57 Простите 57 тысяч Храмов Было На Руси Предреволюцией В которых Учили Молчать И Наконец Пришли Острашлемные В кавычках Витязи Со Страшными Звездами И Уже Не Основываясь На Библии Довели До совершенства Этот призыв К молчанию Кто будет Что-либо Говорить О Христе Гулаг И смерть Безбожная Сатанинская Власть Стала Открывать Храмы В 1943 И Отпускать Из заключения Священников И архиереев Под Непременные Условия Полного Подчинения Безбожной Власти И полного Молчания И вот Теперь Стали Прорастать Новые Герои Веры Которые В открытую Возвестили Миру Забытый Лозунг Что Коль Заверовать В душе И Не Исповедовать Пред людьми И Сегодня Дух Божий Вновь Тревожит Души Людей Этим Предупреждением Что Пользы Веровать В душе И Не Исповедовать Пред людьми Аминь Аминь Скажешь Время Подошло К концу Молимся И до Пятницы Поздравляем 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 Все Поздравляем Достойно Истеково Истину Блажите Богородицу Присноблаженную И Пренепорочную И Матерь Бога Наш И Честнейшую Херувим И Славнейшую Без сравнения Серафим Безысклиния Бога Слово Рошую Сущую Богородицу Кам Величаем Гнать И Гнать Игнаш Молитесь Любящий Наш Отец Небесный Мы Предстали Перед Твоим Величием И Просим Во имя Господа Бога Нашего Иисуса Христа Прими Нашу Молиту Благодарим Тебя За прошедший Год Ты Нас Хранил Ты Продлил Эту Милость Позволил Нам Собрать Се У ног Твоих Хвала Тебе И В чем Мы Погрешили Жаль Сей Помилуй Нас Эту Страну Где Слово Божие Мало Звучит Воздвигни Истинных Пастырей Которые Знали Что Без Свидетельства Без Проповоди Напрасная Вера Она Бесплодна Распусти Нас Господи С миром Тебе Слава За Все Отец Сын И Святой Дух Аминь 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 Спаси Христос До Пятницы Малка